Мне надо, народ занят своими делами, поэтому я так прочитаю стихотворение, которое было написано специально для конкурса «Образ Крыма». Там просто как-то конкурс возник, надо было что-то написать на конкурс, в Крыме ничего нет. Возникла куча идей, начал читать о Волошине, прочитал много стихов Волошина, прочитал всю его биографию в разных вариантах, начал писать, а родилось в результате про отношения, в частности, Александра и Екатерины Долгорук. Да, иных уж нет, нет даже и в помине, и Клео врет, срываясь на фальцет, но ехал Александр к Екатерине, на смирном лопоухом жеребце. Душа полна роскошным крымским летом, он молод, молод, только пятьдесят, как сладко ощущать себя поэтом, и гроздья звезд в полуночи висят. Открытая калитка виноградник, шум учен су, и лунным серебром, облитый на пороге счастья всадник, и взгляд служанки, блещущий хитро. Быть может, здесь грядущих бедствий и зависть, но дышит тишиной бьюк сарай, на узенькой стропинке спотыкаясь, герой спешит в свой невозможный рай. И мнит себя Гаруном или Рашидом, на скромной даче у витой плещом. Ой, это злополучная либидо! О чем я? Вероятно, ни о чем. Точнее, о том, как пересуды жалки, о том, что лучших чувств не сберегли, о том, как он в саду сажал фиалки, и как они божественно цвели, и как ее глаза смотрели кротко, теряясь в них, он забывал тогда, что у Марии началась чахотка. О, Господи, какая ерунда! Ведь вот сейчас, в невинном этом взгляде, весь жизни смысл, и у восторг, и боль, и к черту зной Гурзуфов и Ливадий, и град Петра от стужи голубой. Есть нежность рук, и ласковые свечи, и под уютной кровлей с петухом распахнутые окна в полночью вечность, и помолчи, не надо о плохом, о том, что все кончается когда-то, и совесть не спасает от греха, и жизни бег, поделенный на даты, хромает ритмом как-то виновата, и рифма удручающая плоха. Но есть сегодня, будущее мнимо, и тянет парка сдвоенную нить. По счастью, это все неисправимо, им жизнь отмерит полной чашей Крыма то, что они не смогут оплатить. Что ж, Александр, опять пора в дорогу, редеет ночи кемерийский дым. Прости меня, он шепчет, ради Бога, прости меня, что ты мне дал так много. И жизнь, и слезы, и любовь, и Крым. Вот, как-то такая вот вещь сложилась. Браво. Спасибо.